что ребят всех приветствую сегодня среда соответственно мы вещаем на youtube ну традиционное вступление для тех кто может быть с нами впервые это онлайн трансляция под названием trading floor представляет из себя некое воплощение виртуального офиса в принципе всю информацию можно получить в описании к этому видео ну с режима работы надеюсь уже ознакомились мы посмотрим сделки проведем утренний брифинг озвучим идеи самое интересное будет онлайн торговля где-то в течение получаса она вам будет доступна так как это версия урезанная до которая идет по средам ну и дальше это будет ответы на вопросы их можно задавать в чате прямо да через youtube справа в принципе на любой стадии этой трансляции вы можете их писать но в любом случае я отвечу на них в конце ну не будем терять время сегодня очень много работы очень много бумаг будет и поэтому давайте разберем трейды и будем ресерчить это будет сегодня очень интересное так сказать занятие ну трейды да ребята присылают за вчера в принципе любому подписчику наши трансляции это опция доступна вот но в общем все можно опять же да узнать на нашем сайте но кстати не забывай для тех кто мало ли еще не знают у нас есть замечательный twitter где принципе все что мы торгуем да все какие-то самые интересные моменты публикуются да фактически онлайн режиме но так что обязательно подписывайтесь следите стак фактически вода в двухдневном тренде я бы даже сказал что здесь очень явный треугольник имеется вот для тех кто как говорится думает что все это цвет технические фигуры это на по сути дела вещи далекие от реальности но вот он здесь прям явно щас я покажу то есть вот она фактически движение вот она консолидация да и с трех часов смотреть еще и на воле м спайки пробития дайло вы почти 80 центов вниз очень здорово у нас с вами сегодня интересный день интересный в плане того что у нас достаточно важное событие сегодня это естественно фомс митинг но опять же до от которого скорее всего ничего не ждут на тем более что сегодня заседание без пресс-конференции то есть там не будет никаких вопросов может быть неудобно на каких-то возможных там неудачных ответов то есть ну да то что рынок за что рынок любит последнее время как-то под зацепиться вот но как бы события конечно номинале но ждать его будут то есть вот как обычно все это происходит его подождут она пройдет и на рынок снова там наверно начнет как-то набирать оборот хотя и даже в данный момент я бы не назвал его плохим даже на судя по вчерашнему дню но естественно по в этот день мы торгуем всегда по одному и тому же принципу мы торгуем более-менее активно первую половину дня торгуем где-то там до 12 может быть там 12-30 из-за полтора там два часа до фомса никаких сделок мы не осуществляем вот и соответственно сам фомс мы тоже не торгуем где-то с 2 до 2 30 рынок может начать лихорадить ну и последние полтора часа но я честно забыл когда давались нам такие возможности что после фомса можно было торговать в этом делаем акцент на первую половину дня то есть рабочий день сегодня на там 22 спины часа но это наверное максимум на что можно рассчитывать это алгоритм который реально уже не первый год мы применяем и не стоит им пренебрегать он опять же проверим деньгами и мой взгляд это очень важный аргумент но во всем остальном у нас чуть-чуть кстати даже ранок минусит но может быть даже повторится даже привычный сценарий немножко с утра подольют потом выкупят вот например так как это было вчера нефть флэт да там ну внешний фонд по-моему вполне спокоен то есть там рассчитывать не на что вы с эти подлили его на gdp gdp кстати вышел то не очень неудачный значит я даже сказал плохой gdp но он какой-то advanced да еще по-моему не финальные да могут еще пересмотреть но в любом случае что ожидали процент предыдущий 2 и 2 вышли 0 2 ну конечно на первый взгляд цифра слабая но опять же тут надо смотреть очень много там других уже компонентов за счет чего и причины могут быть очень такими доступными но вникать в это не будем поедем сразу к бумагам на briefing точка ком но мало ли кто не знает это сайт на котором фактически мы делаем весь ресерси сезон отчетов банально копипастим все что до отчитывалось вчера после закрытия рынка и сегодня до открытия и фильтруем их просто по принципу отсеивания да по объему по цене и по секторам да там в основном это вылетают у нас банки и все комодитис как называть basic materials ну кстати говоря с твиттером я думаю все вчера видели драма да это конечно уникальный случай я вот что очень редко это происходит но наверное уже моего даже и добавлять на сегодня не будем во первых том что и твиттером и не особо то торгуем но и похоже что реакция там прошла конечно весело было так ну так вот мы все это дело копипастим в принципе стопом столько же сколько и вчера на бумажек значит по идее должна успеть так но традиционно нам понадобится лавал 2 так поехали первый жесток списка и сейси стак тонкий да соответственно при маркетом особо никакого нету но какой-то был даже либо anticipation move наверх но и деле конечно очень интересный вот интересный деле на сегодня надо быть предельно осторожными с этими утренними импульсами потому что ну видите начаток рынок то даже и достаточно сильно даунтикает уже пол процента мы упали но в общем я наверно поставлю его себе в первый оч лист я его в конце на ресурсе обязательно покажу то есть это вот те топ стаки которые на выглядят наиболее интересно си арай серой 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 беды стоят замечательно 95 долларов конечно уж очень вызывающим нельзя не пройти мимо линии не надо spw оставим кстати ой как вчера здорово его прям подкупили под отчет вот но день я думаю что будет безумно интересный потому что да и рынок не так часто минусит столь сильно на премаркете плюс фомс главное там во время все остановить на потому что в какой-то момент встанет рынок встанут бумаги вот ну естественно бомба ситуация действовать давайте пять минут осталось да я напоминаю что на для youtube а что сейчас будет полчасика онлайн торговли позиции вот здесь можно будет увидеть да и мои моих коллег вот и в 10 часов я снова один микрофон отвечу на ваши вопросы задавайте их чате пока есть время вот там 10 15 минут и будем заканчивать давайте кто торгует всем желаю удачи там по дневному разбору я в чат отпишусь возможно мы немножко его перенесем сегодня может быть на там полчаса но максимум давайте ждем опена настраиваемся на большой прям работа а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Привет! Почему не рекомендуется торговать утро? Ну, я бы сказал, что его не то, что не рекомендуется торговать, просто нужно понимать, что торговля утро сопряжена с большими очень рисками, с очень большой волатильностью. Так как большинство новичков, приходящих на рынок, не хотят ничем рисковать, хотят маленькие стопы, и это одна крайность, вторая крайность – это неограниченный стоп, и пересиживание, усреднение, и прочие неприятные вещи, то в основном это заканчивается плохо. Поэтому здесь нужно поймать золотую середину, конечно, нужен очень большой опыт, и достаточно долго я тоже шел к тому, чтобы торговать именно утро. Но, в принципе, определяемые моменты, это, конечно, классная пора. Но, скажем, для новичка, даже если он правильный трейдер, он потеряет свой лимит с утра, за одну сделку он может это сделать просто легко, на одном лишь только спреде, но никакого ни опыта не получит, ни экспириенс, оно ничего. То есть законченный там день, да, так еще там 3-4 утра поторгуют, скажут, все, да, там невозможно зарабатывать, все плохо. То есть тут все тоже надо сделать, да, системно, с умом, и прежде всего, конечно, думать и помнить о рисках. Вопрос от Василия Олейника, научите меня бесплатно торговать. Ну, приходи, Вася, пиши Толику, договоримся, я думаю, что можешь что-то придумать. Я думаю, что будет весело, тем более столько возможностей, как видишь. Я не тот человек, который постоянно просит Алексея показать. Нет, это гроз, можете передать, чтобы он показал, сколько он заработал. Но не обходится у нас где-то ни одной трансляции. И следующий вопрос тоже такой, об этом, сколько у тебя нормы по заработку в день? Спасибо. Ну, у меня вот какая-то есть, не знаю, может быть, психологическая зависимость. Я люблю делать тысячу, и все. То есть, в принципе, сделав тысячу, я, ну, не то чтобы расслабляюсь, но я доволен. То есть, как бы она мне позволяет, немножко отдохнув, да, там, поставить плюсовой лимит, что я, в общем-то, сегодня с собой и сделаю. То есть, вот, да, допустим, вот сейчас у меня результат как раз тысяча, да. Тут не думайте, что я специально подгорел, просто выставил лимитничкой, но так получилось, да, что тысяча. Вот, я поставлю себе плюсовой лимит, там, может быть, долларов, там, 600-700, ну, и буду дальше торговать, потому что, ну, да, движухи будет очень много. Так, ну, в принципе, наверное, все. А, нет, еще не все. Что вы дальше? Все, я уже ответил на них.